В больнице городской обычный день стоял, Приближаясь вой сирены, громче зазвучал. Забежал в кабинет взволнованный врач, А где-то в коридоре раздавался женский плач. Коллеги, ДТП, сложнейший случай. Доктор ситуацию медикам озвучил. Они навстречу скорой торопясь бежали, А на носилках девочка в крови лежала. На вид лет шесть совсем она малышка, И рядом тихо плачет маленький братишка. Пострадала девочка ужасно сильно. Обильная потеря крови, это очевидно. В машине ехала она со своей семьей, Родители и брат, близнец ее родной. На перекрестке выскочил автомобиль, Удар в то место, где она сидела, был. Родители и брат почти не пострадали, А вот девочка сознание сразу потеряла. Операционный блок, кругом врачи, И маленькое сердце вроде бы стучит. «Нужна ей кровь, но только третья группа», Сказал хирург, и пульс у девочки нащупал. У родителей кровь взяли провести анализ, Группы крови не подходят им, врачи признались. И тут хирург подсел поближе к брату, На мальчика взгляд бросил словно виноватый. «Сестренка там твоя за дверью умирает, И жизнь ее время быстро утекает. Но спасти есть шанс у наших докторов, Если ты согласен дать свою ей кровь». Задумавшись немного, мальчик доктору кивнул. На родителей своих он ласково взглянул. «Мама, у тебя всегда вкусный обед. Спасибо, папа, за подаренный велосипед». С медиками он за дверью скрылся. Не задумываясь, сын на этот шаг решился. Операция прошла успешно, девочка жива. Брата кровь ей, несомненно, очень помогла. Хирург сел с мальчиком, и тот глаза открыл. «Доктор, я когда умру?» Он вдруг спросил. «Я думаю, когда ты будешь стариком». Но тут врач понял, мальчик о другом. Братик думал, что отдав сестричке кровь, А он обязательно умрет, и на это был готов. С родителями мысленно со всеми попрощался. Ведь за сестренку он больше всех боялся. Представьте себе, это маленький герой. Возраст детский, а поступок настоящий и мужской.